Привет, Даша, и сегодня я хочу рассказать вам о своем первом опыте вышивки бисером. Это была икона, икона Святого Пантелеймона, которая приносит здоровье, и, я надеюсь, вам хорошо видно. Кто подписан на меня в Твиттере, увидели уже ее, может быть, выставлю ее в Инстаграме, но это когда гвозик вобью в стены. Ушивала я ее с 11 октября 2018 года по 18 февраля этого года, такими словами, 4 месяца. Сначала работы у меня пошло так. Я создала особую атмосферу, то есть включила ролик в неудиве, посвященному этому свету. Размер этой икона 19х23, здесь 16 оттенков миссера. Сначала у меня шло туго, потому что я привыкла очень к вышивке обычными нитями. Когда берешь канву в руки, просто машешь иглой себе в удовольствие. Ну, это такая форма медитации. А здесь проделал резку, нанизала бисеринку, подняла ткань, вывела иглу на изнаночную сторону. Потом вернула ее на лицо и положила ткань снова, нанизала бисеринку. И так, без конца, без края. И меня это вначале, как-нибудь скором, очень раздражало. Тем более, что предыдущий, ну, самый первый ряд, он вышил мне кривоватеньким. Это я потом увидела, что каждый следующий ряд он выравнивает предыдущий. И даже если вам кажется, что бисеринки кладутся не идеально ровно, они потом так и вместят. Поэтому, ну, дополнительный повод для отражения. И вышивала я леской, самая выручная, которая используется для плетения фенч. Благо, у меня остались запасы со школьных времен, когда я этим делом пыталась увлекаться, но не очень получила. Для закрепления нити я использовала зажигалку. То есть я просто поджигала кунчики лески и... Что я сцепилась в эту икону? Просто поджигала кунчики лески и там образовывалась такая штука вроде таких небольших очень шариков. И это было достаточно для того, чтобы леска закреплялась на ткань. Иногда, правда, шарики получались недостаточно объемными, получалось и приходилось несколько раз шелкать зажигалка. Но если вы не особо взрослая девушка или парень, то лучше без присмотра родителей так не делать. Только опасно что-нибудь подожжете, дом, например. Чертые идеи подала. Вот, в общем. А когда леска заканчивалась, я закрепляла в ее... Ну, просто проводила лицо сторонами через три бисеринки. Это делала ряд еще более ровным и выводила на изнаночную сторону и там просто узелок завязывала. Как я хранила бисер в период вышивания, это вообще отдельная история. Дело в том, что сначала я попробовала спичечную коробу, поставив память, потому что когда я в детстве пыталась пустить фенечки, то хранила их именно в спичечных коробах. Уже не помню, как так вышло. То ли я сама додумалась, то ли у подружок подсмотрела. Ну, в общем, вот так. А тут я у кого-то на ютюбе увидела, что... Да, я посмотрела один или два ролика, как правильно надо вышивать. Увидела, что используется блюдечко. У меня как раз было такое небольшое блюдечко. Я выведу фотографии куда-то сюда или сюда. Я туда насыпала нужные мне оттенки в некотором количестве. И прям вот визуально делила блюдечко на несколько участков. И кучками насыпала нужные цвета, вот которых мне нужно было прям много. Очень удобно. Пальцы скользят по поверхности. Даже если у вас ногти обрезаны под корень, это вам не помешает схватить бисеринку в отличие от спичечного коробка. Когда мне нужна была всего одна или там две бисеринки, я прям их с пакетика высыпала нужное количество. Я брала уже со столешницы, потому что блюдечко небезразмерное, к сожалению. Вообще, как я уже сказала, я посмотрела несколько роликов, и говорилось, что нужно вышивать очень последовательно, начиная сверху и к себе, то есть к низу. Я долгое время следовала эту праву, потом мне стало как-то скучно, я стала вышивать элементами. Отдельно нимб, отдельно рубашка, отдельно оклад, отдельно фон. Так гораздо интереснее. И, ну, смотрите, мне не кажется, что от этого принципа внешний вид иконы пострадал. Почему я вообще начала вышивать эту икону? Дело в том, что несколько лет тому назад мне мама подарила икону крестиком вышивать, тоже святого птили-лимона, она гораздо меньше. Но я вроде как и взялась. А вот, вы знаете, я даже не помню, может, я даже и не начинала. Но как-то у меня не зашло, и я забросила это дело. Подарили мне эту икону, так как есть поверье, что если её вышить, не будет проблем со здоровьем. И мне её подарили именно с той целью, чтобы я не болела. Ну, в общем, её вышили за меня потом, мама. Да, но это не счёт, тем более и стоит она у неё в комнате. И меня всё время изнутри грызла вот эта мысль, что об неоконченном деле, и мои близкие знали об этом. И я получила в подарок набор для вышивки бисером святого птили-лимона, ну, с извинениями, потому что как бы в городе мне казалось набор для вышивки нитью, только бисером. И заодно мне подарили ещё одну, другой святой, но об этом я расскажу, когда вышью уже её. Фирма, которая выпустила этот набор для вышивания, она называется «Радуга бисера». Я её не рекомендую. Почему? Потому что края не были обработаны у тканей. Для меня вообще несложно это сделать, но это просто за минуту делается. Но вот осадочек остался. К тому же, вот эта вторая кона, которую я уже начала, она этой же фирмы. И там очень много бисера, которые плохого качества. И сами мешочки очень неустойчивые, они постоянно падают. Я не знаю, что с этим делать, но я что-нибудь придумаю. Может, кому-то нравится эта фирма, но меня она настолько не вызвала. Вообще, какие общие впечатления? Поначалу у меня, по выше уже обозначенным причинам, немножко этот процесс вышивки раздражал. И выходило даже до того, что я всего по 15 минут в день вышивала. Ну, прям не по душе мне было. Но потом я втянулась, вы знаете, это как семечки щелкать. Прямо конкретно втянулась. И вот эта вторая кона, о которой я говорила, я её, конечно, закончу, безусловно. Мне её нравится вышивать. Я уже научилась ловить кайф от этого. Но, пожалуй, я больше не буду повторять этот свой опыт. Уж слишком я люблю вышивку именно крестиком. Вот это прям моё. С этим моя душа прям резонирует. А вышивка бисером, хоть знакомство с ней началось с ней очень приятных эмоций. Но в результате мне понравилось. Но всё-таки это не до такой степени такая большая любовь, как вышивка крестиком. Пожалуй, это всё, что я хотела вам рассказать об этом. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова